Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально вчера получила я вопрос. Светлана, расскажите про ваш личный рабочий опыт в Америке. Мне кажется, что я уже раньше говорила на эту тему, но может быть это где-то затерялось в совокупности разных других воспоминаний. Поэтому, чтобы легче было потом, может быть найти эту тему, а может быть я когда-нибудь мемуары начну писать. Я подумала, что может быть действительно стоит так обзорно пройти по моей трудовой деятельности в Америке. Были хорошие моменты, всякие были. И как-то оставить себе такую видеозапись, которую потом можно будет использовать в мемуарах или еще где-то. Ну вот и поехали! Мы приехали в Америку в самом конце 1990 года. В Москве я успела за полгода до этого защитить кандидатскую диссертацию и стала кандидатом педагогических наук. До этого я работала в методическом центре профтехобразования, где мы создавали учебно-программную документацию. До этого немножко работала инженером. В общем, в возрасте 34 лет мы приехали в Америку. И нас соответствующая организация, которая называлась Jewish Vocational Services, они нас взяли в обработку. Ну, во-первых, они нам объясняли, как себя вести на интервью. Мы ничего подобного в жизни своей не знали. Они нам какие-то вот вещи говорили, чтобы здороваться, мыться, прийти красиво одетым и так далее. Начали объяснять нам, что такое резюме. Ну и первый самый вопрос был, а как же наш, собственно, опыт, вот наши предыдущие жизни, как-то вот транспонировать в опыт жизни американской. Ну и эти работники Jewish Vocational Services были простые молодые ребята. Я думаю, что по тем временам 90-го года их максимальная зарплата была 25-28 тысяч в год. И с высоты своего вот птичьего полета, своего дохода, они, значит, лихо стали нам переводить, они были все bilingual, они лихо стали переводить наш советский опыт на английский язык. Звучало это все чудовищно, потому что перевести дословно, это вообще ничего не сказать вообще. Дело в том, что в Советском Союзе мы больше говорили о том, где мы работаем. У нас не было даже такого понятия объяснить, чем мы занимались на работе. Ну вот мы работали, где мы работаем? В иномо-центре. Никто никогда в жизни не спрашивал, что мы там делаем. А мы разрабатывали там учебно-программную документацию. Эти наши работники, они не интересовались особо, что мы там делали. Они просто переводили то, что мы, полуграмотные, накропали им там на русском языке, на английском, как могли. Переводили это все на английский язык. В общем, это имело очень жалкие виды, мало походило на резюме, которые американцы шлют вот в американские компании. Пошло какое-то время, что-то мы там рассылались, там была даже специальная программа. Мы могли пользоваться тогда бесплатными марками, бесплатными конвертами, потому что кроме как отправить живое письмо, чтобы выявить свой интерес к позиции, ничего другого не было, кроме как отправить живое письмо. Не было факсов еще тогда особо во многих компаниях, не было интернета, не было имейла. Вот письмо нужно было положить в конверт, запечатать и отправить. Дом у нас стояла огромного размера IBM машина, такой с понтом персональный компьютер, который занимал такой письменный стол хороший. Но к нему был принтер. И мы, значит, имели возможность что-то такое распечатать и рассылать. Когда первый опыт показал, что что-то ничего не получается, мы стали более креативно подходить к тому, а что же мы пишем в своем резюме. И поскольку мы видели позиции, на которые мы опрекаемся, и вдруг поняли, что здесь есть такое понятие как job description, нам рассказали об этом эти social workers, то стало понятно, что наш опыт никаким образом не вписывается в рамки этого job description. Но нету там таких описаний. И для того, чтобы американцам было понятнее все-таки, чем мы занимались, у меня возникла идея, а английский тогда был не очень хороший, у меня просто возникла идея, а что если использовать job description, термины, в которых они ищут человека на какую-то свою позицию, а в этих же терминах описать свой прошлый опыт. То есть это не было вот таким вот от балды враньем, нет. Но просто набирая вот эти, мы же не случайно выбирали позиции, на которые мы хотели вот оплекнуться, там что-то такое нам было знакомое, да, значит в нашем прошлом опыте были какие-то вещи, которые у них здесь называются вот так-то. Ну и мы это писали все себе в резюме. После того я состряпала первое свое резюме, исходя из тех job description, которые мне вот прислали. Я даже специально звонила в компанию, когда я видела в газете объявление, я звонила по этому объявлению и просила компанию выслать мне job description. И получая job description, я уже составляла свое резюме под конкретную позицию. И весьма довольная своим успехом, потому что у меня уже резюме стало выглядеть очень так солидно, я пошла к своей вот social worker вот в этом Jewish vocational services. Очень была довольна со мной. Что же я услышала в ответ? Она была очень разгневана. Она сказала, что это резюме американца, это не резюме иммигранта. Из чего я должна была понять, что мы типа как второй сорт, и наше резюме никак не может претендовать на звание американски. Вот. И, в общем, на этом наши отношения с ней прекратились, потому что было понятно, что дальше с ней разговаривать бессмысленно. Ничему мы у нее научиться не можем. И мы были, собственно говоря, предоставлены сами себе. А надо сказать, что мы, уезжая из Москвы, ну не то, что вот, допустим, никогда компьютера в глаза не видели, видели так мельком, да? Но нам не приходилось работать на компьютерах, их просто не было. Если у кого-то стоял дома компьютер или в учреждении, это была вообще такая заветная вещь, которую просто так не подпускали, потому что, дескать, ты не умеешь, ты сейчас что-то испортишь и так далее, и так далее. Вот. Поэтому было понятно, что нужно копить деньги и приобретать компьютер. Денег, конечно, не было. Вот. Мы приехали, у нас было там всего 400 долларов, там на четверых. А денег не было. Но открылась программа в корейском центре. И, значит, в этом корейском центре можно было брать классы. Это так называлось, брать классы по WordPerfect. Это был тогда такой Word-процессор самый популярный. Он работал под DOS. Еще Windows вообще в помине не было. Значит, мы пришли в этот корейский центр. Причем сначала Михаил зарегистрировался. У нас не было денег, чтобы нас зарегистрировали лишние 15 долларов заплатить. А через месяц мы накопили эти 15 долларов, и я зарегистрировалась тоже. Что же из себя представляла система обучения в Америке? Ну, это было совсем не похоже на то, к чему мы привыкли. Значит, классная комната. У каждого стоит свой компьютер. Люди сидят, читают книжку, толстую книжку на английском языке. И делают какие-то упражнения, которые там написаны в этой книжке. Преподаватель сидит и скучает. Иногда ходит по классу. Если у кого-то уже что-то совсем не получается, он поднимает руку, этот преподаватель к нему подходит, быстро двумя пальцем так делает. Все, и идет дальше. Без объяснения, без ничего. Мы, на самом деле, не привыкли к системе обучения совсем. Но мы же попали в новые обстоятельства, и нам нужно было приспосабливаться к этим обстоятельствам. Поэтому мы взяли эту толстенную книгу и начали ее читать. И непонятно было все. От начала до конца. Но постепенно, мал-помалу, делая эти упражнения, мы начали кое-что понимать для себя. И когда проштудировали уже всю эту книгу, я вдруг поняла, что я, в общем-то, стала очень так это крутым специалистом по этому ворд-процессору. Я уже могла ходить по классу. И уже не хуже этого преподавателя щелкать по клавишам, но хотя бы я могла людям объяснить, что нужно делать и в какой последовательности, где они делают что-то неправильно. То есть полностью мы как-то стали во главе этого нашего класса, где мы приехали одинаково, все там учились, но стали помогать своим, значит, согражданам. Но это была не работа, это была учеба. Работы не было. Было непонятно, куда идти, но да, освоили компьютер, а дальше куда. В то время было очень модно, значит, выучиваться печатать, да, представьте себе на английском языке, слепой десятипальцевый метод, который разработал мой муж. Он позволял довольно-таки быстро научиться печатать, но не без ошибок. То есть я, конечно, тут же это дело освоила, потому что печатать не вслепую на английской клавиатуре вообще невозможно, потому что голова дуреет тут же, когда ты смотришь в текст и на клавиатуру. Дело в том, что я писала всю диссертацию по-русски, мне не нужно было слепой десятипальцевый метод, потому что я просто помнила, всю фразу держала в голове, потом смотрела на клавиатуру и спокойненько печатала. А тут происходит так, что ты не можешь фразу всю запомнить, более того, ты не помнишь, как пишется какое-то слово, и нужно каждую букву смотреть. И смотреть и на клавиатуре, и на бумажке было невозможно. То есть это был адский труд. И, в общем, я потратила какое-то время и научилась худо-бедно вслепую тюкать на машинке, что было, конечно, большим подспорьем. Но работа, конечно, никакой. Да, так вот, многие наши соотечественники, они ходили, они брали классы по тайпингу, вот этот слепой десятипальцевый метод, и они обвлекались на работу секретаря, который должен поднимать трубку. Там требовался хороший спелл, там требовался хороший английский, там нужно было разговаривать по телефону. И это то, на что люди, которые приехали с высшим образованием, которые достаточно грамотные, эрудированные и так далее, они себя позиционировали вот в таком вот виде. Но дело в том, что это совершенно не наша работа. Мы не можем конкурировать с американцами, которые заканчивают здесь колледжи, у которых прекрасные английские, которые знают много слов, которые, говоря по телефону, могут тут же записать это все, нам нужно десять раз переспросить и понять. То есть со своим уровнем английского я даже не пыталась претендовать ни на что такое. Поэтому что я решила сделать? И тут как раз мы переходим к некоторому вопросу. Там был второй вопрос по поводу волонтерства. Я не знаю, честно говоря, систему волонтерства. Вот это единственный раз, когда я занималась волонтерством, это был тот эпизод, о котором я сейчас расскажу. Но тем не менее, вот тем, кому это интересно, могут послушать. Значит, здесь есть в Америке бизнесы, а есть так называемые нон-профит организации. Это организации, которые не работают за профит. У них есть какой-то бюджет, они в рамках этого бюджета функционируют. Они чаще всего помогают бедным с самых разных национальностей. И на каждой национальности есть свои вот такие вот центры. Есть там Толстовский центр для русских людей, Jewish Family Children Services для евреев. А вот это вот был центр для мексиканцев. Он назывался Арибо Хунтас, что называется Верх Вместе. Как я нашла его сейчас, я уже даже не вспомню, откуда он ко мне пришелся. Вот каким-то образом я его нашла. Поехала я в эту Арибо Хунтас. Работы у них никакой, конечно, не было, потому что у них вообще нет открытых вакансий. Они находятся на бюджете. У них заранее запланированный бюджет. И все, в общем-то, у них так скромненько очень. Так же, как вот в Jewish Vocational, который нами занимался в самом начале. Вот. Но я попросилась туда просто быть волонтером. А поскольку у них бумажной работы дофига и больше, они сказали, а что нам жалко, приходи волонтер, вот тут разбирай файлы, там скрепляй скрепочками, раскладывай это все, файл кабинеты. Ну, не бигдил, во всяком случае. Любой дурак может с этим справиться. Это была абсолютно бесплатная работа, но я туда ходила каждый день. Не помню уже на сколько, но, наверное, часа на четыре, на пять ходила каждый день. Прошло какое-то время, и там появился мужчина, американец, белый американец, очень развитый, который всю жизнь сидел на Велфере. У него было двое или трое детей, я сейчас не помню. С ним было интересно поговорить. Он был такой очень развитый, образованный, но работать не очень так он любил. Он больше философствовал, мне было с ним интересно. И вот, значит, он решил придумать некоторую программу, а заодно себе некоторую работу на какое-то время для вот этого нон-профита. То есть он вызвался получить государственные деньги, чтобы открыть некоторую программу и получить оплаченную работу. И он написал кучу бумажек там в государственные учреждения. Эти бумажки все ходили по инстанциям, ходили. Прошло сколько-то времени, я уже не помню сейчас. И спустя какое-то время, значит, выделили деньги на семестр, или на два семестра уже, на семестр, по-моему, на программу переподготовки людей, которых уволили. А это была рецессия, и уволены было очень много. Один такой Мэйсис там сократил чуть ли не тысячу человек. Торговая сеть Мэйсис. Это были люди, которые получали по пять долларов в час, то есть получали копейки. Какие-то компьютеры в глаза не видели. И вот была сделана для них такая программа, где мы вот с этим парнем, его звали Bruce, и мы должны были их обучать элементарным компьютерным навыкам, вот тому же World Perfect, там у нас еще появился Lotus раз-два-три, и тайпингом по методике моего супруга. Вот такая у нас была задача. Людей нам подогнали с unemployment, то есть с этим проблем не было. И мне пришлось их обучать. Это была моя первая оплаченная работа в Америке. Платили мне за это 12-50 в час, но это была не полная неделя, не 40 часов в неделю, это было 32 часа в неделю. Вот это была моя первая работа, и я ходила туда, вот мы их учили там 4 часа в день, а остальные часы там сочиняли какие-то бумажки, учебные планы, что-то такое сочиняли. Ну и где-то семестр лился наш этот самый курс, но государство, если дает деньги, оно хочет видеть какой-то результат. И результатом бы являлся новый employment вот этих людей, которые уже теперь стали компьютерно-грамотными, но что-то ими как-то никто не занимался. То есть наша задача была их научить, а кто их должен был устраивать, неизвестно. Там, по-моему, была даже в Арибах у нас какая-то женщина, которая должна была их куда-то устраивать. На что-то они как-то очень слабо устраивались, поэтому эту программу на следующее семестр решили не продлевать. И это значит, что и я, и Брюс, мы оставались без работы. Ну и для нас это было в финансовом плане очень критично, потому что Михаил в это время тоже работал на работе, связанного с такими же грантами. И у него тоже там что-то случилось, что не продлили финансирование. То есть получалось так, что вот начинается новый семестр, а мы остаемся без двух работ. И в общем состояние было такое довольно-таки неприятное. Такое депрессивное состояние. Хотя вокруг погода была шикарная вообще. Все цвело, благоухало в Сан-Франциско, все пахло, все замечательно. На душе скребли кошки и было очень грустно. Ну и вот в таком грустном состоянии я пришла домой, получив последний чек и думаю, что же нам делать теперь дальше. Вот совершенно непонятно, кранты просто. Дальше снова на Велфер идти, что-то такое. Хотя мы уже вот-вот-вот-вот стали вроде на ноги становиться. Но надо сказать, что я все это время там рассылалась на какие-то позиции, связанные с преподаванием чем-то таким, да, похожим. Уже рассылала свое более американское резюме, да. Ну и вдруг вот прямо в этот же день, когда мне дали последний чек, когда у меня уже надежды ни на что не было. Вдруг звонит телефон, и меня приглашают на интервью агентство. Но приглашают на интервью в Стэнфорд университет, и при нем есть госпиталь. Значит, они запускают программу по переучиванию своих сотрудников, медсестер, с мейнфрейм на персональные компьютеры. Им очень понравилось, что у меня PhD в Education, что я могу делать учебные планы программы. В общем, все это им понравилось. Я прошла это интервью и получила эту работу. И это, в общем-то, в корне изменило нашу жизнь, потому что Миша тоже получил время работы в Ньюарке, и мы решили переезжать из Сан-Франциско в Беерию. И вот это был 92-й год, это была моя вторая работа. Я получила контракт на 10 месяцев. Это уже было немножко большое облегчение. Так что все-таки 10 месяцев довольно большой срок, и плюс это уже Стэнфорд в госпитале, это уже такое серьезное место работы, и это было приятно. И вот, значит, начала я там работать. Работа у меня была такая, что я должна была каждый день приходить в 6 утра и обучать этих нерсов, медработников, которые закончили только что ночную смену, в 6 часов утра у них заканчивается этот шифт, и с 6 до 7 я должна была обучать вот тому курсу, как пользоваться персональным компьютером, который я сама там насочняла. Ну, надо сказать, что эти нерсы после суток без сна, они были не в очень хорошем состоянии, и потом у них руки не привыкли работать с мышкой, а на мейнфрейм им мышка не нужна была. И, в общем, они, не сказать, чтобы они так лихо все схватывали, им нужно было научиться мышкой пользоваться, там, брать селье, какие-то самые-самые простые элементарные вещи, но нельзя сказать, что они у них очень хорошо получали. Но, тем не менее, моя работа продолжалась 10 месяцев. Я была, в общем-то, очень довольна и счастлива. И, значит, ну, все приходит к концу, и 10 месяцев прошли тоже. Эта работа закончилась. И вот тут наступили для меня тяжелые времена. То есть я искала по газетам вот такого типа объявления, но я себя чувствовала такой чебурашкой. Вот Михаил очень хороший термин вел. Чебурашка, про которую никто не знает, что это. И, будучи этой чебурашкой, я на каждую позицию, которую я находила в газете, вынуждена была писать свое особое резюме и подстраиваться, и делать вид, что я та самая чебурашка, которая им нужна. Это было сложно очень. И я, наверное, где-то 9 месяцев не могла найти работу. Это все было очень стрессово. Это все было очень тяжело. И было непонятно, куда двигаться дальше. А Михаил в это время уже начал работать тестером. Его распирало уже от гордости поделиться с кем-нибудь и кого-то устроить на работу. Ну и, в общем, я стала его первым таким подопытным кроликом. Он мне велел прочитать книжку. Тестеркомпьютерсофтер – наш бессменный учебник. На протяжении 15 лет, только не последние несколько лет мы от него отказались. Прочитать эту книжку. И, значит, пару дней я посидела в той компании, где он работал, и вышла на рынок. Но я вышла на рынок не просто так, как что-то такое организовано. Я подумала, что мне же нужно показать, да, как бы, что я делаю, что я умею делать. И вот я, значит, поскольку книжку я читала, я написала очень красивый конспект. Такой весь на компьютере с картинками по этой книжке, что делать в таком случае, что делать в таком случае. Вот. И написала несколько скриптов. Причем сделала я эти скрипты, тогда был такой инструмент, назывался он Visual Test. Сделала я эти скрипты просто простым рекордингом, что-то там вставила от руки буквально несколько команд. И у меня, значит, и стала рассылаться уже на позицию тестировщика. Были какие-то все-таки объявления в газетах на эту тему. И вот меня приглашают на интервью в компании Xerox. Вот я сейчас еду тут, компания где-то должна быть недалеко. Если я буду проезжать ее, то я вам покажу ее. В компании Xerox. По-русски это Xerox. У них тут есть научное подразделение. И они в это время делали такой симпатичный очень софтвер, который занимался documentation flow. То есть вот от момента регистрации документа он проходит разные стадии. Тут его сканируют, тут в нем делают модификации, тут его переправляют в такой отдел, в секой отдел. В общем, много чего там происходит с этим документом. И все это выглядело очень красиво, очень симпатично. Продукт мне понравился. И я, значит, прихожу в этот Xerox с целым портфолио, что я там умею делать. И я этим, как ни странно, в то время на тестировщиков брали людей из тех саппорта. Их было очень мало. Это самое начало этой индустрии было. И этот лид, который тоже был контрактором там, он был очень восхищен тем, что я пришла такая подготовленная. И меня тут же на эту работу взяли. Значит, я работала через консалтинговую фирму. Платили мне 27,50. Платили за почасово. То есть в зависимости от того, сколько я часов работаю. И это было очень круто, потому что часов там было много. Там была работа, иногда бывали недели по 60 рабочих часов в неделю. И мы получали там такие чеки большие. То есть по тем временам это было вообще что-то. Обстановка там была очень хорошая. У нас была такая смешанная среда. Там были индусы, там были белые американцы, китайцы были. Ну и я вот была одна, значит, русскоязычная там особо. Там я проходила вообще такое боевое крещение настоящей такой нормальной американской компании. Ну, во-первых, Xerox это вообще очень известная компания. Ее очень солидно иметь на своем резюме. И этот их IT-департмент тоже очень известный. Но там я чувствовала себя вот таким Павликом Морозовым. Я очень много чего не знала, как себя вести в компании. Какие правила, нормы поведения. И там я проходила боевое крещение, что называется методом пробы и ошибок. Там я познакомилась с тем, как пользоваться электронной почтой. До этого я понимала, что электронная почта это просто послала письмо и все. А здесь нужно было присылать аттачменты. И у меня в голове ну никак не укладывалось вообще, как можно приложить файл к сообщению, и этот файл кому-то придет. То есть вот это вот моя безграмотность, да, она была чудовищная. Но мне приходилось делать без шеи, я все знаю, и все это осваивать буквально на ходу. И там же мне поручили делать вот это то, что стало на долгие годы моей как бы фишкой. Мне поручили тестировать, поскольку этот вот продукт он требовал одновременно, вот не одновременно, скажем так, что workflow вот этого вот системы документов требовал, подразумевает, что люди будут пользоваться одновременно разными ресурсами. Кто-то сканирует документ, кто-то его правит, кто-то в этот момент читает и так далее. И там возникал вопрос, а что случится, если люди, например, одновременно возьмут один и тот же документ? Что в этот момент произойдет? Система должна была иметь защиту на этот случай. Вот мы сейчас переезжаем, вот буквально здесь вот находится этот зерос. Динное совершенно место потрясающей красоты. Значит, что случится с этой системой? Среагирует ли она правильно, если два пользователя одновременно откроют один и тот же документ? Протестировать вручную это было невозможно, потому что мы не можем с такой долей миллисекунды кликнуть на один документ. Мы не могли вручную добиться вот этих вот, проверить, правильно ли выскакивают эти ошибки, которые там закодированы. Ну и мне дали вот кусок, чтобы я придумала, как делать вот multi-user testing, что там делать. Это потом появилось load applications, load runner, все. Ничего такого не было. Если вот люди будут одновременно, значит, пытаться открыть один и тот же рекорд. Ну я ничего умнее не могла придумать. Я просто соединила в лук несколько компьютеров, которые просто тупо гоняли один и тот же скрипт. А скрипт состоял в том, что открыть документ, что-то в него вписать, сохранить и закрыть. И поскольку эти компьютеры все гоняли один и тот же скрипт на один и тот же документ, у них иногда получалось, что они одновременно, ну здесь, видите, с долей миллисекунд слева от меня находится как раз этот парк Xerox, они одновременно пытались открыть один и тот же документ, и в этот момент выскакивала вот эта вот ошибка, и мы ее отслабливали, проверяли, правильно ли там сообщение выскакивает, нашли такие ошибки, которые вручную, конечно, найти было нельзя. Ну и я стала очень такой легендарной, во-первых, это все было автоматически, и ко мне приходили вплоть до там вице-президента Xerox, которые люди ничего не понимали, тогда же это только-только-только все появлялось. Вот это график-юзер-интерфейс Testing Tools, когда человека нет, стоят четыре компьютера, на них нажимаются кнопки, на них открываются окна, что-то там вписывается, что-то сохраняется, все это происходит одновременно, какие-то ошибки, что-то происходит, и никого при этом нет. В общем, это было примерно так, вот как в Костке иногда пианино само по себе играет, вот никого нет, а клавиша нажимается и все играет. Ну вот такой сюр. И приходили даже смотреть на эту работу, когда там ничего такого хитрого не было. Ну и это стало моей фишкой, да, то есть если я такой специалист, по-моему, это юзер-тестинг, уже я не чебурашка, уже я специалист. А меня, поскольку там вот учил жизни этот наш вот Project Lead, мне там очень нравилось работать, и мне так не хотелось оттуда уходить, и там, в принципе, контракт еще продолжался, то есть там все было замечательно. Если что, там состав команды немножко менялся, и это делало, ну там люди, которые были более симпатичные, уходили, менее симпатичные, приходили. Но этот Lead, и когда я ему пожаловала, что мне так не хочется уходить, мне так нравится компания, так замечательно, он мне сказал в какой-то момент, ты знаешь что, надо уходить из компании заблаговременно. Не нужно ждать, пока у тебя контракт кончится. Нужно уходить, пока у тебя есть работа. Я это запомнила на всю жизнь, на самом деле, и это действительно очень мудрый совет. То есть, когда у тебя есть работа, когда ты находишься при деле, у тебя совершенно другое ощущение, самоощущение. И ты с этим другим самоощущением идешь на интервью, ты ищешь место получше. Ты не ищешь места «возьмите меня», а ты ищешь место получше. И это совершенно другое ощущение, чем просто «возьмите меня хоть на какую-то работу». Я послушалась его совета Стала рассылаться И после этого я уж не помню Какая следующая работа была по-моему Следующая работа была Макофе Я тестировала вирусы Точнее антивирусы Вот И значит Потом эти все работы сменялись чередой Я работала в QuickBooks Тоже делала multi-user testing Я работала в Informix Мы тестировали Под Unix я уж не помню что Я работала в визе В общем было очень много компаний И всюду я работала в виде консультанта Я сама себе выбрала это все Я всегда искала позицию консультантов А не постоянного сотрудника Почему я это делала? Это выбор сугубо индивидуальный Дело в том что Мне не составляло большого труда Для меня это не было большим стрессом Пойти найти себе работу Консультант должен прийти И на работу ему дается какое-то время Чтобы разобраться С чем-то Вот И он приходит на работу Он разбирается с чем-то Выполняет проект Заканчивает его И уходит И эти проекты бывают разной продолжительности Вот в Зироксе у нас была продолжительность Например Там был по-моему чуть ли не год контракта А вот в Стэнфорде у меня было 10 месяцев Иногда бывает 8 месяцев Самые короткие которые бывают Это бывает 3 месяца Ну бывает еще конечно короче несколько недель Ну это уж совсем Как-то это сложно Но дело все в том Что каждый раз Чем короче проект Тем более стрессово это все происходит Потому что Новая команда Новые люди Нужно разобраться с новым софтером Понять что от тебя требуется Поэтому совсем уж короткие контракты Это немножко обременительно А вот контракты которые идут 6-8 месяцев Это прекрасно Ты успеваешь уже вникнуть вовсю Становишься родным Но не до такой степени Чтобы были уже отношения в команде Вась-Вась Вот я в общем-то чувствовала себя Немножко дискомфортно Потому что я не знала о чем с американцами говорить На производственной теме у меня не было Никаких языковых проблем А вот как что касалось Такой разговор на бытовые темы Я не очень-то могла с ними Поддержить разговор И собственно непонятно было О чем разговаривать И чтобы избежать этого Я в общем-то для себя Приняла такой путь консультантам Консультантам платят больше В час Во-первых, потому что контракты короче Чем короче контракт Тем больше платят Но им зато не дают бенефитов Никаких То есть просто за час Вот пришел, часы отработал Тебе заплатили Все Контрактам относятся В разных компаниях по-разному Но очень часто Например, контракторы Немножко рассматриваются Как второй сорт То есть если Например, основные сотрудники Сидят и у них Могут быть отдельные офисы То у контракторов Это скорее всего будут кубики А может быть даже Там несколько человек В одной комнате То есть их чуть-чуть Так дискриминируют Но зато у них Есть свои привилегии То есть они не ходят На эти митинги корпоративные На которые основные сотрудники Должны идти и сидеть Там просиживать Бог на сколько времени Вот, поэтому Всюду есть свои плюсы И свои минусы Значит, страховка у меня была От Мишины работы Поэтому это меня не сильно Как-то Занимало Значит В общем, меня все устраивало И уже в какой-то момент Когда я чувствовала себя В общем-то довольно Спокойно и уверенно В какой-то момент Я подумала Эх, думала я Вот если бы мне попасть На работу в Майкрософт А Майкрософта В долине не было Майкрософт был только В Редмэйде То я бы считала Что я состоялась Уже как тестировщик И на это Моя бы карьера Была бы закончена Думала я себе А между тем Все работало и работало На одной работе На другой работе В общем, я уже Доросла постепенно От 27-50 часов У меня уже была работа Где я получала 65 долларов в час И вдруг меня приглашают В компанию Хатмейл В компанию Хатмейл Какой-то неизвестный Хатмейл Какой-то стартап Там всего работало 50 человек Я вообще не очень любила Стартапы Я любила большие компании Со звучными названиями У меня резюме уже пестрело Такими солидными компаниями Как Виза Информикс Макофе Вирекс И так далее И меня всю доход назвали Это неизвестный Хатмейл Ну, как-то не сильно Меня прелюстил Но когда я уже туда попала На интервью Я поняла Что их уже купил Майкрософт В этот момент Что сделка уже оформлена Но это еще пока Называется Хатмейл А не Майкрософт И займет какое-то время Пока они Значит Вот там Произведут реорганизацию И пока этот стартап Маленький В котором всего 50 человек Станет органичной частью Майкрософта Ну, я собственно Собиралась там Работать контрактором Вот Но Значит Я имела интервью С президентом И он мне сказал Ты знаешь Я тебе открою Конфиденциальную информацию У нас вот сейчас Вот буквально Послезавтра Если ты сегодня Подпишешь Этот оффер То буквально Завтра будет Сплит у нас На акции А мы тебе там Даем в оффере Какое-то количество Акций Здесь же бенефиты Дают Еще если ты пойдешь На фуллтайм И у тебя буквально С послезавтрашнего дня Станет дважды больше акций Ну, для меня Это показался Такой весомый аргумент Я очень долго думала Там советовала С кем-то Кто работал Уже в этой компании В общем Что-то такое И решила Все-таки Доффер принять И я проработала В Майкрософте С 97-го По 2000-й год Надо сказать Что все это время Вот с 95-го года Сколько существует Наша школа Я с первого дня Выполняла функции Финансового директора Я выписывала Все пилы Все зарплаты Это все происходило Проходило через меня А в самом начале Когда мы собирали платежи Еще задним числом Это я еще делала Вот весь этот биллинг В общем Работы было много То есть как бы Сидишь на двух работах Днем на работе А вечером приходишь Еще и работаешь И по выходным В общем Работы было много А тут в 2000-м году Заболела Мишина мама Ну и мы решили так Что мне нужно уходить Из компании Заниматься по бизнесу Только школой И значит Заниматься Мишиной мамой Которой нужно было Возить по врачам У меня там было уже В общем-то Такое состояние Что и нужно было Уделять время Ну мы это решили И я в общем-то Ушла из Майкрософта Я думаю Что весь мой уход Он наверное Был спровоцирован Этой моей мыслью То есть вот я как-то Себе поставила Такую цель Да Поработать в Майкрософте И на этом все И вот на этом Действительно Моя карьера Тестировщика И закончилась Вот И я уже Стала заниматься Нашим непосредственно Бизнесом Родителями Семьей И так далее Что я хотела бы Сказать По поводу Работы Очень интересные Такие наблюдения Вот в те Времена Когда у меня Девять месяцев Не было работы И телефон Не звонил Это очень Тяжелое Такое депрессивное Состояние Когда ты думаешь Ну позвони 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 Уже такая Завышенная важность Этого телефонного звонка А он тебе не звонит И не звонит В этот момент Я потом Стала Поскольку я работу Часто меняла Я поняла Что есть способы Обманывать судьбу И управлять ее В каком-то смысле Обманывать судьбу В каком-то смысле Значит Я уже была спокойна Я уже не была В депрессии Я знала Что если не нужно Чтобы мне позвонили Да То я просто Должна уйти из дому Вот я ухожу из дому И прихожу У меня на автоответчике Есть звонок Я могу его прослушать И вернуть Или например Если долго нет звонка Я начинаю кому-то звонить И тут же В этот момент Мне идет звонок Я наблюдала эти вещи Это вообще фантастика И очень смешно Что оно работает Но оно действительно работает Вот как ни крути Какие-то законы Вселенной есть По которым это работает Хотя совершенно необъяснимо Вот Ну что еще Ну вот это так Коротенечко О моей работе Здесь вот в Америке Тестировщиком И не только Ну вот А уже с 2000 года Я уже занимаюсь Таким вещами Я продолжаю Быть финансовым директором Нашего учреждения Я строю дома Развлекаю публику Занимаюсь с детьми Внуками Сейчас за внучкой Еду в школу Вот Так что вот так вот Ребята Не знаю кому Кто задал этот вопрос Какой у него Практический интерес Но я думаю Что я вам на этот вопрос Ответила И в будущем Может быть Напишу мемуары А на этом Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok